Такой мороз, что техника вырубается. Вот это Василий Сергеенко, тоже о нем писала. У меня даже есть премия имени Василия Сергеенко. Журналист и майдановец, которого тоже убили после Майдана, был в Волобину. Мы убили как раз за его участие в Майдане. Он вернулся домой, в Котсунь, в Шевченковский город. И там уже это произошло. Вам интересно, можно найти безнаказанность, там это называется, это материал. Значит, Василий Сергеенко, как считают родственники и друзья, заказал его лютый оппонент, политический бывший депутант Геннадий Бабов. Он сейчас уже не депутат, не переизбрался, но был депутатом. Вот сейчас, когда он не депутат, теоретически есть возможность, что его привлекут. То есть, получается, что к небесной сотне приравняли и некоторых людей, ну вот как, например, Диму Чернявского. Тоже хорошо мы были знакомы, парень из Донецка. Его убили 13 марта 2014 года, когда у нас в Донецке первая кровь провелась. И когда убивали любителей русского мира, они кричали, что это вот приехали бандеральцы. И вот парень был донецкий, хоть из-за свободы, говорил на украинском, но абсолютно донецкий парень. Его зарезали в Донецке на площади Ленина. Зарезали любителей русского мира. Их было очень много, они уже были вооружены, мы об этом знали. Ну, в тот день, когда это случилось, 13 марта 2014 года. Вот такие дела. Тут есть крестики, которыми отмечены места, где были убиты люди. Хочу показать, как на зло не попадается. Надо перейти на ту сторону. Вот это институтская, где мы сейчас ходим, где происходили самые главные события. Отель Украина. Когда-то, кстати, был отель, назывался Москва. Отель Украина, где тоже откуда производились выстрелы. Ну, вот, как мне сказали в управлении спецрасследований, управление, которое делами Майдана занималось, нет убитых и раненых именно вот с направлением отсюда. То есть из отеля Украины жертв нет. Хотя есть уже информация, известно, там видео есть, о том, что стреляли из отеля Украины. Ну, то есть теоретически отель Украины и консерватория, не знаю, отсюда ее не видно, где мы сейчас стоим, это была территория, принадлежащая майдановцам. Ну, и как бы оппоненты говорят, что со стороны Майдана стреляли тоже. Вот, в смысле, могли стрелять в своих, типа того. Ну, информация такая была. Было видео, где со сцены кто-то кричит «Не стреляйте своим, так сказать, в спину». Ну, что-то такое. Ну, есть же знаменитое видео, где господин Луценко, ну, известный провокатор, известный лжец, известный предатель. Еще революция на граните была, где он там слил всех. Была акция «Украина без кучмы», где он все это затеял, а потом, как вы сами знаете, стал министром МВД, став прокурором, всегда в десна целовался с этим кучем. Поэтому мы сейчас идем по месту, где больше всего людей погибало. Фотографии на деревьях. Какие-то деревья спилили. Даже не знаю, где, какие были эти деревья, которые спилили. Ну, вот тут вот люди наверху снимались. А если прямо передо мной смотреть, вот туда вперед, если бы я могла вам показать, чуть выше, там была баррикада беркутовцев. Из таких бетонных, забетонных блоков они стреляли. И вот этих беркутовцев сегодня, буквально весь день был суд, давали показания. Пашинские породные, в которых майдановцы в организации. Такие дела. Пойду вниз, потому что руки у меня отказываются, не могу держать до такой степени холодно. Просто ужас. А как же люди зимой, все зимой стояли. У них, конечно, были эти бочки, где они грелись, но это нереально, честно. Нереально адский холод. 21 ноября такой холод. Просто собачий. Жутко холодно. Редактор субтитров А.Семкин